ТЕЛЕАРТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Мы, может, спросим у него, ты пойдешь или останешься? Он говорит, что ты самая красивая, и он хочет остаться с тобой Да ладно, пусть останется, а ты иди Может, позже увидимся? Если он отпустит Ладно, иди, пока никого нет, иди Присматривай за ней Пока Ольга! Иди сюда! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Богатые и знаменитые Главных ролях Наталья Орера СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИЕГО РАМОС СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Автор сценария Герардо Гальван СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В ролях Антонио Гримау Норберто Диас Джессика Шульц Сесилия Мореско Грассия Лапаль Карина Бузеки Марта Сераин Сильвия Баэлле Лорена Паола И другие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыкальное оформление Элли Орисо Режиссер Алекандро Моссер Ну вот, подождите, здесь я сейчас Тика Ты в кекле играть собрался? Ну, раз уж мы здесь Мы же сюда не собирались Это Рубен нас сюда притащил Ты даже не спросил Тика, я хочу побыть с тобой Ну, ты и так со мной Только здесь Я хочу побыть там, где потише Тика Это там Пошли В чем дело? А в том, что мы сюда не собирались Понимаешь? Ясно, извини Я думал, вам понравится Извините, что не спросил Ладно Ладно Поищу себе другого партнера Пока Нет, постой, Рубен Я же не отказывался Я хочу сыграть Тогда пошли Идешь? Я не люблю кегельбан Ну, тогда подожди Отлично Ну, что? Ушла Не кисни Все они такие Знаешь, с чего она ерепенница? Это все потому, что ты изменился А ты не обращай внимания Пойдем Я тебя разгромлю Разгромил один такой Хватит с него Что случилось? Что? Так и будете молчать? Да ничего особенного не произошло Споткнулся, никто ничего не понял Пошли в медпункт, крыса Продолжение следует... КОНЕЦ Кто там? Это я, мама. А где твои ключи, сынок? Потерял, наверное. Как потерял? Где? Ну что за вопрос, мама? Если бы я знал, я бы их не потерял. Знаешь, что мне кажется? Что ты много выпил? От тебя разит. Я не хочу ссориться. Я тоже. Пожалуйста, не шуми. Ложись тихо. Нам с Валерией завтра рано вставать. Ты уж постарайся. Хорошо, мама. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, как она здесь оказалась. Оно не могло появиться у меня в кабинете само по себе. Не знаю, что ей сказать. Ты помнишь это ожерелье? Конечно. Любимый ожерелье сеньоры. Но я его не видела с тех пор, как... Как она исчезла? Это неизвестно. Как это неизвестно? Запомни, Мерседес умерла. Сколько тебе повторять? В этом нет никаких сомнений. Теперь веришь, Лусиана? Она настаивает. Она хочет ее оживить. Тебе она подсунула ожерелье, а мне белье и цветы у проклятого портрета. Что, сеньора? Да, проклятый портрет, а что? Ты слишком далеко заходишь. И с голосом это все твои штучки. Записала и пугаешь меня время от времени. Но я не такая дура, чтобы верить в привидения. И пока я еще не сошла с ума. Пока, потому что если она будет так продолжать, она таки сведет меня с ума. Защити меня от нее. Рассчитай ее. Пусть она уйдет из этого дома. Ну чего стоишь? Какие тебе еще доказательства? Ты что, не понимаешь? То, что говорит сеньора, это правда? Кошмар! Она сошла с ума? Кофе? Чуть позже, девочка. О чем ты думаешь, мама? О нашей затее. Мы влезаем в логово льва, дочка. Это рискованно. А как еще узнать правду? Не знаю. Но это безумие. Зачем нам это? Это необходимо, мама. Ради истины. Но я не хочу тебя заставлять. У тебя есть еще день? Думай. Потрясающе. Если да, то мы прямо завтра переезжаем в другой отель. И приступаем. Ладно. Там видно будет. Утро вечера мудренее. А сейчас выпьем кофе. И умоляю тебя, не будем об этом. Ладно? Спасибо. Официант? Ты еще не спишь, Сабрина? Как раз собираюсь. Страшно хочется спать. Сразу уснул. Я тебе завидую. А мне вот не до сна. Завтра показ, и у меня волосы дыбом. Сочувствую. Я сделаю себе чай. Хочешь? Зависит от того, какой. Знаете, да? Что за глупости, Сабрина? Липовый чай. Тогда да. Смотрите, я не преувеличиваю. Это что такое, Ольга? Я давно должна была это сделать. Никуда ты не пойдешь. Это твой дом. Это не так. Ты нам нужна. У Елены спроси. Ты нужна мне? Диего, настанет день, и ты женишься. И уйдешь из дома. А я не хочу ругаться с Еленой всю жизнь. Она меня прогнала, а твой отец промолчал. С меня хватит. Ладно, я им сейчас все выскажу. Нет, Диего, не надо. Послушай меня. Послушай, ты не должен ругаться с отцом из-за прислуги. Меня можно заменить? Тебя нет. Ты не должен ругаться из-за меня с отцом. Ты имеешь больше прав на этот дом, чем Элена, Ольга. Диего, Диего, пожалуйста. Не надо, Диего. Элена! Елена, я знаю, ты у тебя. Я тебе сейчас все скажу. В чем дело? Пожалуйста, не надо, Диего. Ты никто, никто. Ты не имеешь права прогонять Ольгу. Ты ноль. Что ты себе позволяешь? То же, что ты, когда пытаешься заправлять нашей жизнью. Лусяна, пожалуйста. Мне больно. Дрянь ты, последняя дрянь. Ольгу тебе не прогнать. Какую еще гадость ты задумала? Что здесь происходит? В чем дело? Прекратите. Спроси у хозяйки дома, папа. Нет, постой. Сначала объясни, что происходит. Все очень просто. Элена намерена выгнать отсюда всех нас. Ольгу уже выгнала. Но за Ольгой уйду я. Ты понял? Я не позволю, чтобы какая-то узурпаторша решала, что с нами будет. Не позволю. Минуточку. Ты все слышал, папа? Я этого не потерплю. Тоже все в порядке, Валерия. Беременность развивается нормально. Анализы отличные. Волноваться не о чем. А когда следующий анализ, доктор? В следующий месяц. Не волнуйтесь. Спасибо. Всего доброго. Анаи, верните на место карточку сеньора Мендес и пригласите следующего. Да, конечно, сеньора. Прошу вас. Сеньора, проходите, пожалуйста. Сеньора? Да. Вы записаны? Нет. Боюсь, вам придется подождать. Хорошо, я подожду. Будьте добры. Анаи, можно вас на минутку? Да, конечно. Диего, почему ты здесь? Один. Почему не встала на минутку? Ты знаешь, я не хочу начинать новый день с ее лица. Меня от нее воротят. Ну, ради отца. Он извинился и просил остаться. И на том, спасибо. Все благодаря тебе. Спасибо, сынок. Что с тобой? Да ничего. Просто ты сказала, сынок... Очередную глупость. Сынок. Ты сказала, сынок, Ольга. А меня так никто не называл. Ольга. Да? Пожалуйста, приготовь нам что-нибудь особое. Попробуем восстановить отношения. Ужин на троих. Диего, Елена и я. Попробуем помириться. Очень хорошо, сеньор. Поинтересуйся, что будет, Диего. Пока все. Мне все равно, Ольга. Все равно. Продолжение следует... Валерия, Гарсия и Мендес. Валерия беременна? А Диего? Этого не может быть. 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 Врач примет вас, сеньора. Сеньора? Дочка. Какое несчастье. Ну, что поделаешь. Такова воля Господня. Я сейчас его позову. Тико. Тико, быстро к тебе пришли. Иду, иду. В чем дело? К тебе, Инесс. Случилось несчастье. Инесс, что случилось? Тико, папа. Папа умер. Как умер? От чего? Сердце. Боюсь. Я не выдержу. Инесс. Ну, что сказать, Инесс. Не знаю. Но я с тобой. Если что, рассчитывай на меня. Понимаешь, у нас с мамой нет денег даже на похороны. И я подумала о тебе. Не плачь. Денег у меня нет. Но я что-нибудь придумаю. Главное, успокойся. Деньги я найду. Успокойся. Аделаида, дайте нам чаю. Да, да, конечно. Бедняжка. Мама, да какое значение имеют какие-то бумажки? Неизвестно, кем подписаны. Почему мы должны зависеть от кого-то? Обойдемся и без них. А? Как ты считаешь? Как это, дочка? Как можно? Ты не хочешь свадьбы? Мои отношения с Диего на всю жизнь. Можешь мне поверить. Ты думаешь, Лусяна Салерна позволит своему сыну жить с тобой вот так? Меня не интересует мнение синьора Салерна. Главное, согласна ли ты. Нет. А можно узнать, почему? Бумаги, как ты говоришь, это закон. Это порядок, созданный людьми. И отношения, если они настоящие, должны быть освящены Господом. Без этого нельзя. Так может, мы просто зайдем в церковь и поклянемся в любви к Господу? Не знаю, может быть. Но для меня брак – это таинство. Потому должна быть церемония. Хотя, чтобы говорить с Господом, посредник не нужен. Но разве тебе не хочется войти в церковь под руку с отцом, а выйти с любимым? Ты не обманываешь себя? Нет? Нет. Конечно, нет. Когда ты расскажешь Диего? Привет, Диего. Привет. Здравствуйте. Здравствуй. Может, предложить вам что-нибудь? Нет, спасибо. Мне уже надо быть дома. Значит, я вам пригожусь. Подвезем маму, покатаемся. Как ты считаешь? Давай. Хорошо. Только сначала надо расплатиться. Это точно. Ты что? Переезжаем. Мы же договаривались. Ты сама согласилась? Нет, дочка. Только не сегодня. Я страшно устала. Мама, мы не имеем права на ошибку. Мы переедем, но завтра. Как хочешь. Только это двойная работа. Ну что, принесла? Да, все как ты сказала. Вот. Мама. Один к одному. Ей-богу. Чудесно. Прекрасно. Что хотела сказать твоя мама? Не знаю. А что ты слышал? Что-то вроде того. Когда ты расскажешь Диего? Что произошло? Да ничего. Правда? Я не помню. Мы о многом говорили. Скорее всего, про отца. Ну, хватит. Давай поговорим о тебе. Поговорим? Обо мне? Обо мне. Я могу рассказать тебе следующее. Отец устраивает семейный ужин. И мне, как отличнику, придется сидеть напротив Элены. А ты и есть отличник? Да. Да? Ты очень хороший. Не ругайся с отцом, пожалуйста. Ну, постараюсь. Мне понадобятся силы для других дел. Например? Например. Например. Для того, чтобы сказать, что я хочу на тебе жениться. Ты серьезно? Да. Ты же самая красивая на свете. Самая красивая. Тебе столько. Это не мне. Это для Инесс. У нее умер отец, а у них денег нет. Вот я решил помочь. А знаешь, откуда? Три не дала. Ее задело, что я хочу просить у Диего. Три не столько. А что? Даже не спросил, для чего. А я и не стал вдаваться в подробности. Ну, конечно. Слушай. Хочешь потрясный вечер? С женщинами, вином, кучей денег. Хочешь? Приглашаешь? Приглашаю. Вперед. В чем дело, Леанта? Весь день молчишь? Я не хотел тебя будорожить, но у меня плохие новости. Плохие? Здесь разве бывают хорошие... Крысу выпускают на свободу. Что? Что слышал? С него сняты все обвинения. Привет. Здравствуйте, сеньор Диего. Я сдержала слово. Да, какое? Я записалась в вечернюю школу. Это же прекрасно. Если хочешь, завтра съездим, купим, что тебе нужно. Нет, завтра не могу. Завтра много работы. Тогда в другой день. Я вообще-то хотела попросить вас о другом. Говори, я слушаю. Поговорите с тетей. А то она меня не пустит. Мне же каждый вечер надо будет уходить. Хорошо, не беспокойся. Ольга мне ни в чем отказать не может. Не бойся. Спасибо. 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 Моника, права. Только так можно узнать правду. Только так. Ну как? Нравится? Еще бы. Наслаждайся, наслаждайся. Сусана. Сусана. Привет, красавица. Тика, мой двойный брат. Веселитесь. Веселитесь, а я отойду. Привет. Привет, Хосе. Я вхожу. Давай, давай. Осторожно, осторожно. Ты еще не переоделся? Нет. Рубашку надо погладить. Да, я сейчас. Мне надо с тобой поговорить, Ольга. Что случилось? Ничего, я о Терезе. А что о Терезе? А то, что я кое-что придумал и прошу твоей поддержки. Не понимаю. В чем дело? Она пойдет в школу и закончит четвертый, пятый классы. Для нее это очень важно. Нет, нет. Ни за что. Пусть и не мечтает. Одну я ее вечером из дома не пущу. Нет, нет, нет. Первые дни я сам буду ее встречать. Она уже взрослая. Да нет, не в этом дело. Кто тогда будет мне помогать? Она будет уставать, поздно приходить. Это ее забота. Она сама разберется. Просто надо немного напрячься. Нельзя лишать ее возможности роста, понимаешь? Диего. Ну, зачем ее обманывать? Она все равно никогда не станет такой, как ты. Причем здесь, как я, Ольга. Какой из меня пример? Дай бог, чтобы она стала лучше меня. Ну, уже Ольга. Она девочка умная. Ей это нужно. Со временем и ты это поймешь. Ты подумаешь? Ладно. Да? Так я ей скажу. Нет, постой. Я не сказала, да. Я сказала, что подумаю. Я подумаю. Сабрина, я и не знала, что ты дома. А ты куда-то собираешься? Там же гроза. У меня ужин со спонсорами. Я не могла отказать. Пойдем со мной. Извини, я устала. Придется скучать одной. А Селеста? Она, как всегда, накануне показа, места себе не находит. Будет всю ночь карпеть. Придется одной отдуваться. Я долго не задержусь. Удачи, до свидания. До свидания, спасибо. Спасибо. Ну что, доктор? Я выхожу. Свободен, как пташка. А ты столько учился и ради чего? Знаешь, что я сделаю первым делом? Отомщу за все, что ты мне устроил. Подлец ты, крыса. Да, и не скрываю. Это всем известно. И здесь, и там, на воле. Только твоя дочь этого не знает. А я ее найду. Я буду рядом с ней. И ты мне не помеха. Только попробуй тронуть ее. Попробую. И ты ничего не сделаешь. Ты за решеткой. Что ты отсюда можешь? Что ты можешь? Крыса. Пока, доктор. Послушай. Пока, доктор. Не трогать мою дочь. Крыса. Крыса. Спасибо. Ольга. Сеньор. Сеньор. Приступай. Хорошо. Что происходит, черт? Слушай, дай денег. Да побыстрее. Ну, давай, давай. Давай, давай. Ну, сеньора, я из игры не выходил. Продолжим. Валерия Гарсия Мендес. То, что я делаю, я делаю ради того, чтобы Диего Солерна любил меня. И только меня. Повелитель тьмы. Прошу тебя, помоги мне. Сделай так, чтобы исполнились мои желания. Чему быть, кого не миновать. Да. Не миновать. Я не усну, пока тебя не увижу. Ну, перестань, Сабрино, не надо так. А если я приеду? А чем ты занимаешься? Августин, я как раз ложилась спать. Я с ног валюсь. В другой раз, ладно? В другой раз. А может, позвонить? Позвоню. Августин, ты слишком навязчив. Не будем говорить о наших чувствах. Особенно по телефону. Ну, скажи, я очень хочу от тебя услышать. Иначе я просто не усну. Прошу тебя. Ну, ладно. Ты меня любишь, а я люблю тебя. Слушай, слушай, дай нам поговорить. Тико, пошли. В чем дело? Пошли отсюда. Нам здесь делать нечего. В чем же дело? У меня ничего не осталось. Я все спустил. Пошли. Лу, я тебе говорила, что видела Факунду Агуэра. Не представляешь? Она всякий пел от злости и зависти. А он не понимает. Ты не знал, что журнал Рострас посвятил нам семь страниц, а ей только три. Она просто места себе не находит от зависти. А ведь заплатила за фотографии больше нас. Ольга. Я слушаю. Подавай десерт. Хорошо. Я от смеха чуть не лопнула. Она даже булькала от злости. Это трудно описать, извините. Ты кого-то ждешь? Нет. Нет. Нет? А ты? Нет. Нет. Может, до Рио? Но там такая буря. Тереса, что случилось? Тереса! Тереса! Добрый вечер, Лусьяна. Тетя, какой ужас, тетя! Что ты еще натворила? Да нет, я ничего не натворила. Дело в том, что... Дело в том, что синьора... Синьора Елена опять к тебе цепляется? Я положу этому конец. Пусть она меня выгоняет. Нет, послушайте, синьора Елена здесь ни при чем. Нет, тетя. Тогда в чем дело? Почему ты такая? Синьора, синьор Мерседес. Тетя, вернулась! Что ты говоришь? Я понимаю, вы поражены. Только время не прошло. Что за глупая шутка? Шутка, любимый. Тебе не кажется, что нам есть о чем поговорить? Да, да, да. Я бы хотел услышать некоторые объяснения. Откуда ты взялась? Мама. Диего. Ты уже такой взрослый. Извини. Это так ты... Жива? Да, конечно. Лусяна. Лусяна. Что это значит? Объясни. Объясни, что это значит. Держи себя в руках. Любимый, кто она? Я спрашиваю, потому что лицо мне кажется знакомым. Что происходит, Лусяна? Я ничего не понимаю. Успокойся, успокойся. Я вижу, у тебя новая жизнь. Я не имею права тебя упрекать. Прошло столько времени. Элена. Элена. Почему ты нас бросила? Где ты была? Почему ты бросила меня одного? Я тебя понимаю. У тебя ко мне много вопросов. Диего. 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 Оставь. Какой стати? Диего, успокойся. Нам надо поговорить. Сеньор Мерседес. Ольга. Дорогая. Ольга. Тетя. Ты какая-то странная. Ты не рада? Нет, я рада. Просто я очень занята, Аугустин. И чем ты занимаешься? Математикой. Тебе сестра не говорила, что у нас завтра экзамен? Экзамен по математике? Ладно. А жаль. Я так хотел тебя видеть. Я не могу. Правда. Ты где-то далеко. Это, наверное, телефон. Завтра увидимся? Я думаю, завтра поговорим. Я по тебе соскучился. Я тоже. Валерия. У тебя кто-то есть? Нет, а что? У меня послышались голоса? Я ничего не слышал. Ты и правда обо мне думаешь? Аугустин, все, хватит. Ладно. Я завтра звякну. Целую. Целую. В чем дело? Ни в чем. Что происходит? Что случилось? Тетя, ради бога, тетя. Оставь ее. Ей нужен воздух. Ольга. Ольга, ты меня видишь? Я так и знала. Кто выдержит такое потрясение? Ваша мама и вдруг живая. Мы все потрясены. Успокойся. Можно спросить, что происходит? Что за шум? Ольга, Ольга, ты меня видишь? Синьора Мерседес, я знала. Я знала, вы вернетесь. О чем она? Синьора Мерседес. Мне приснилось? Мне только не приснилось. Это правда. Мама с папой в зале. Говорят. Ты как, в порядке? Да. Хорошо, как никогда. Я знала, Диего. Я знала. Знала. Синьора Мерседес вернулась. О чем речь? Это правда, Ферми. Мама здесь. Все получится. Валерии нет места ни в моей жизни, ни в жизни Диего. Все получится. Сабрина, что ты делаешь? Ты же должна быть на работе. Сабрина, отвечай, чем ты занимаешься? Разве мама не с тобой? Не трогай книгу. Сабрина, ты сошла с ума. Я просто играю. Интересно же. Интересно. Это не игра. Я же вижу, что ты задумала, кто жертва. Ради бога, Селеста, не поднимаешь шума из ерунды? Я задала тебе вопрос, Сабрина. Будь добра, отвечай. Отвечай. Селеста, ты обещала помочь мне с платьем? Что это? Что это такое у вас, Сабрина? Что это? Сабрина. Оставь ее. Дочка, что с тобой? Что? Это не важно, мама. Если не важно, то почему ты такая? Такая какая? Ты явно обеспокоена. Агустин. Можно было и не спрашивать. Помолчи, Роза. Извините, синьора. Опять поругались? Нет. Так в чем дело, дочка? Не молчи, рассказывай. Почему из тебя все вытягивать приходится? В чем дело? Агустин гуляет с Сабриной. Надеюсь, ты шутишь? Агустин гуляет с Сабриной серии. А в чем дело, мама? Почему я не могу гулять с Сабриной? Честное слово, любимая, извини, этот импровизм. Не называй меня любимой. Почему? Я всегда тебя так называла. Я понимаю, ты несколько не в себе, но... Представление не удалось, Берта. Берта? Я тебя знаю. Я тебя слишком хорошо знаю, чтобы ошибиться. Гроза, красное платье, все как на картине. Неплохо. Но кого ты хочешь провести? Ты что-то бледен, дорогой? Уходи, так же, как пришла. Берта погибла в авиакатастрофе. И это подтолкнуло меня к тому, чтобы вернуться. Да, я слышал про катастрофу. Может, посвятишь меня в подробности? Как пожелаешь. Самолет упал в море. Их ищут. А ее еще не нашли. Тогда кто ты? Потому что Мерседес умерла. Правда? Тогда где мое тело? Смешно, конечно, это спрашивать, но... Где... Мое тело? На каком кладбище моя могила, любимый? На русский язык фильм озвучен компанией Ernst Consulting International по заказу российского телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok